Россия, последняя надежда шведской пары, мы перепробовали все, Свенская Дагбладет, Швеция, Мария Георгиева, Свенская Дагбладет, Швеция, 10 мая 2019 года, опустошив счет со сбережениями и взяв кредит на 300 тысяч крон, примерно 2 миллиона 100 тысяч рублей, Моника и Андреас Короны, Моника, Андреас и Арсон, едут в Санкт-Петербург, чтобы попытаться обзавестись детьми, Российская индустрия репродукции привлекает клиентов, обещая им малыша, шведы далеко не одни такие, Россия уже много лет рекламирует свои клиники в Швеции и Норвегии, Моника Аскарсон показывает покрывало, которое они связали вместе с мужем, клетчатая, как у бабушки, цветок в центре он сам сделал, говорит Моника и улыбается Андре, Одеяло для ребенка, это их терапия, чтобы немного умерить общую тоску, безграничное желание иметь ребенка, потому что именно этого важного компонента не хватает их идиллии в Форлеве неподалеку от крестьян стада Они познакомились в конце 1990-х, а встречаться начали в 2012 году Когда Монике было 38 лет, они стали пытаться зачать ребенка, обследовали свою репродуктивную функцию и прошли множество медицинских процедур Время шло, и Монике стали говорить, что она слишком стара Чем вы старше, тем сложнее забеременеть, объясняли ей Поэтому ей не выделили государственное пособие для экстракорпорального оплодотворения, эко Согласно сегодняшним рекомендациям, женщине должно быть не более 40 лет, а мужчине, не более 55, чтобы пара могла получить направление на искусственное оплодотворение Они испробовали все, и они не одни такие Мы пили экстракты водорослей, питались натуральными продуктами, ходили вместе на акупунктуру Я лежала, задрав ноги и подняв попу на полметра вверх, чтобы ничего не вытекало, весело рассказывает Моника Спрос на донорские яйцеклетки и сперму значительно больше, чем предложение, и множество людей стоят в очереди на лечение Для многих, кто хочет ребенка, время очень дорого, а период ожидания зависит от того, в какой части страны ты живешь Риски для матери и для ребенка существенно повышаются, когда родителям больше 40 Родители должны суметь позаботиться о ребенке вплоть до его совершеннолетия, говорит Ассасант Грена Керман Ассасант Грена Керман, из Ассоциации органов муниципального и областного самоуправления Швеции Вот почему пара решила искать решение за границей В Дании они дважды пытались делать эко, в Польше хотели пройти обследование на репродуктивность, но на третьем этапе прервали его, когда Моника стала сомневаться в качестве своих яйцеклеток Я зашла в тупик и сидела дома два года У Андрея есть дочь от предыдущего брака, она живет у матери, его бывшей жены Я бы очень хотел еще детей Помню, как я дома пылесосил, обернулся, и мне показалось, что на пылесосе сидит малыш, говорит Андрея, и глаза его при этой мысли увлажняются Они подумывали об усыновлении, но на это тоже нужно время, к тому же и тут есть ограничения из-за возраста пары А расходов у них и так уже очень много Становясь в очередь на усыновление, одновременно уже не можешь пытаться сделать эко, объясняет Моника Она гуглила, что еще можно сделать, когда эко не получается Зависала в группах в Фейсбуке, читала чудом появившихся на свет детях о людях, которые очень хотят детей, но не могут их завести Наконец ей попался пост об одной клинике в Санкт-Петербурге Там дают гарантию, что ребенок будет Как они могут гарантировать мне ребенка Если процедура не удастся, мы получим деньги обратно Я почувствовала облегчение Они прочитали, что клиника проводит информационную встречу в Гаттибурге, и поехали туда Там они пообщались с одной шведкой, которая выступает для клиники живой рекламой Она забеременела после 10 попыток эко Я почувствовала себя там как дома, рассказывает Моника об этой встрече При покупке пакета услуг с донорской яйцеклеткой клиника возвращает 80% оплаты, если беременность не наступила за 3 попытки Вряд ли они в рекламе так упирали бы на эту гарантию, если бы их методы не работали Неудачные случаи разрушили бы их репутацию, говорит Моника Счет, который получили Моника и Андрей, с которым ознакомилась с Венско Дагбладит, составил 196 тысяч крон, примерно 1 372 тысячи рублей В клинике сказали, что пара получила солидную скидку примерно в 31 тысячи крон, около 217 тысяч рублей Чтобы выплатить эту сумму, пара взяла заем под залог дома Эти 300 тысяч крон должны покрыть все расходы 60 тысяч крон, примерно 420 тысяч рублей Им подарили друзья и знакомые Каковы будут общие траты, пока не ясно Вероятно, надо будет съездить в Россию несколько раз Виза, отель, расходы на процедуры и лекарства оплачиваются отдельно Эта гарантия придает неуверенности Я знаю, что если первая попытка не увенчается успехом, у нас есть еще две Процедура с донорством яйцеклетки небезопасна Из-за прежних осложнений случай Моники квалифицировали как беременность с высоким уровнем риска Перед пересадкой яйцеклетки мое тело как бы погасит Перед медицинским вмешательством его погрузят в клинический климакс на 3 месяца, чтобы не было овуляции Сперматозоид Андрея страдает от хромосомных нарушений, поэтому ему почти невозможно завести детей естественным путем Но врач и владелица клиники Ольга Зайцева все равно считает, что никаких проблем с оплодотворением яйцеклетки не будет Поэтому они будут использовать сперму Андрея, вместо того чтобы через клинику покупать чужую Зачем пользоваться полностью донорским материалом, если нужен только донор яйцеклетки? Рассуждает Моника Они знают, что это их последний шанс Монике в этом году исполняется 45, Андрея – 48 В этот холодный день пара идет по главной улице 2 по размеру города России Санкт-Петербурга Они направляются в аптеку за лекарствами Они здесь уже 10 дней ждут, когда оплодотворенную яйцеклетку пересадят Монике Пара купила подарок будущему ребенку – кулон с яйцом Фаберже Первое яйцо Фаберже на Пасху 1885 года своей жене датчанке Марии Федоровне заказал российский царь Александр Третий Внутри эмалированного яйца скрывался золотой сюрприз Они очень тревожились перед этой поездкой Моника брала дополнительную работу помимо своей основной – учительской Стресс негативно сказывается на психике К тому же она перед процедурой Эка пыталась сбросить весовой Прибыв в город, они попытались расслабиться Ходили по ресторанам, осматривали достопримечательности в надежде смягчить беспокойство После множества попыток клиника нашла донора, которого пара одобрила Она кажется идеальной В своем отруке написанном письме она оставила сердечки вместо точки над «и» «Я делаю точно так же», – говорит Моника Репродуктивный центр Ольга занимает несколько этажей в здании, построенном на рубеже веков Пациентов встречают люстры и стены серых оттенков Моники должны подсадить оплодотворенную яйцеклетку Которая сейчас, через пять дней, как говорят, в наилучшем состоянии Роскошный фасад, русский шоколад, музыка в лифтах и роскошные диваны Это место напоминает только что отремонтированный спа-салон, а не медицинскую клинику Сотрудники встречают шведов объятиями Еженедельно в клинику приходит человек 25 Более половины пациентов из Скандинавии, чаще всего из Норвегии и Швеции Клиника привлекает клиентов своей базой данных с 600 донорами яйцеклеток Причем 200 активны, то есть из них можно выбирать Будущее родители могут выбрать донора исходя из своих приоритетов Многие женщины стремятся к внешнему сходству Другие смотрят на оценки по математике или языку В 2005 году, когда мы начали искать клиентов в Скандинавии, донорство яйцеклеток там было запрещено Сейчас это законно, но очереди огромные, рассказывает Ольга Зайцева С 2015 по 2018 год в ее клинику на лечение записались 796 шведов 584 женщин, по информации клиники, технически забеременели Но трудно получить конкретный ответ, сколько женщин в итоге родили детей, получив клинике помощь Именно до этого момента длится гарантия, когда ребенок родился Считается, что потребность пациента удовлетворена, иначе женщине возвращают деньги назад Удастся ли это, зависит в первую очередь от возраста женщины Обычно требуются две попытки с донорской яйцеклеткой или эмбрионом, прежде чем наступает беременность Но бывает по-разному Мы не можем этого знать, пока сперма не провзаимодействует с яйцеклеткой, говорит Ольга Зайцева После процедуры, которая продлилась несколько минут, Моника пьет чай и расслабляется Сюрпризом в яйце Фаберже Марии Федоровны, полученном ее от царя, как говорят, было золотое яйцо У Моники, свои золотые яйца Из восьми оплодотворенных яйцеклеток мы получили четыре высшего качества, категория АА Так что у меня в животе яйцеклетка категория АА, рассказывает она В лаборатории мы видим ее оплодотворенную яйцеклетку на экране Вот мы и беременны, говорит она с надеждой Теперь у нее впереди много недель уколов и препаратов с гормонами, чтобы поддерживать жизнь плода Именно этого мы так долго ждали Я не хотел пропустить эту поездку, говорит преисполненное ожидание Андрея, который несет сумочку Моники Моника собирается делать записи о поездке в блокноте, чтобы ребенок потом узнал, как появился на свет Она уже знает, как начнется эта история Другая женщина преподнесла мне в подарок яйцеклетку, и так появился ты Моника и Андрея пытаются не обращать внимания на тревогу по поводу будущего и чаще думать о гарантии на ребенка Но в то же время они хорошо осведомлены о всех рисках Сейчас мы просто действуем Это последнее, что мы можем предпринять Если это не сработает, у нас останется не так уж много вариантов Придется смириться Если это не сработает, мы подумаем об этом позже Сейчас все наше внимание сосредоточено на ребенке, объясняет Моника Как происходит донорство яйцеклетки? На стыке веков в Швеции внесли изменения в законодательство Теперь больше людей из числа тех, кто не может иметь детей Получили возможность воспользоваться двойным донорством спермы яйцеклетки А частные клиники теперь могут проводить процедуру донорства яйцеклетки Но только с разрешения социального департамента С 2005 года лесбийские пары могут пройти процедуру оплодотворения донорской спермой Одинокие женщины получили такую же возможность с апреля 2016 года Для одиноких женщин обращение в частную клинику стало альтернативой долгим очередям Репродуктивный центр в Стокгольме, который вместе с пятью другими шведскими клиниками входит в организацию Эко-Швеция С момента изменения в законах провел 45 процедур инсеминации и обследовал 90 человек Сегодня спрос на подобные процедуры выше среди однополых пар, чем среди гетеросексуалов Инсеминация означает, что женщину оплодотворяют с помощью донорской спермы При процедуре экоицеклетка извлекается из организма женщины и оплодотворяется в лаборатории Нежеланная бездетность в Швеции почти полмиллиона человек фертильного возраста не могут обзавестись детьми Примерно 15 процентов всех пар, которые пытаются зачать ребенка, не способны добиться беременности Донорство осуществляется на альтруистских началах, то есть донор не получает вознаграждения, но все его расходы покрываются Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ 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 СМИ